Прямо сейчас будем разбираться, что такое импровизационный юмор и как правильно научиться импровизировать. В общем, всё это будет прямо сейчас, у меня импровизировать получается плохо. Дарья Грига, основатель, тренер и актриса проекта типа импровизация. Алексей Карагусов, почти кандидат наук, но полностью фристайл рэпер. И Кирилл Чуричев, но у вас нет никаких регалий. Наш новый участник. Давайте расскажем нашим зрителям, что же такое импровизационный юмор. Я считаю, что импровизационный юмор это проснуться в 6 утра, чтобы прийти на ТВК и рассказать, что такое импровизационный юмор. По крайней мере сейчас, по состоянию, примерно так. Ну импровизация это в моменте быть здесь сейчас, ситуативный юмор. Ну давайте, шоу импровизация, все мы знаем, по федеральному каналу идёт. Шоу. Шоу. Закрыли, потому что типа импровизация появилась. Потому что вы открылись. Ну, там же тоже получается формат такой, что они якобы в моменте накидывают какие-то шутки, какие-то ситуации. Это и есть та самая импровизация. Ну, в самом деле, совершенно не якобы. Импровизационная комедия появилась гораздо раньше, чем вот это вот шоу на ТНТ. Это были даже... Ну, начало оно берет в Америке давным-давно. Это были импровизационные театры, когда в целом приходили тоже зрители, которые как раз-таки в рамках разных форматов задавали ход постановки. Это могли быть разные ограничивающие условия, которые сюжетный канву обрамляют и так далее. Сейчас существует вообще огромное количество формы. Короткая форма и длинная форма. Кстати, к длинной форме очень уверенно идем. Приглашаем всех посмотреть. Вот смотрите, в этом шоу, как правило, чаще приглашают тех, кто, в принципе, является юморным. Но выходцы из КВН, из каких-то других шоу, там нету простых людей. Ну, то есть, скажем так, из общества. А ведь от этого зависит успех шоу, или я ошибаюсь? На самом деле нет. У нас на наших баттлах просто мы зрителей зала приглашаем и с ними создаем какой-то юмор. В моменте сейчас там одно слово для вдохновения и поехали. С чего начинается? Как раз-таки со слова. Со слова, да? С любого. И в моменте начинается картина. А как понять, за что зацепиться? А ты вот посмотрел в глаза Леши и, ну, уже понял, что происходит сейчас на сцене. Где-то выслушал, где-то подстроился. Есть прекрасный принцип, который у меня научили ребята. Это принцип «да и». Ну, то есть, условно, я предлагаю вам какую-то ситуацию, и ты такой, да, все именно так, и, соответственно, продолжаешь эту картину. Ну, и команда, обнимемся. Да, я вообще прям сейчас вам так горжусь, реально, вот таким вот. Спасибо. Ну, почему-то не скажешь, что Леша кандидат. У нас, получается, сообщество большое в Красноярске, да? Давно-давно уже работает, да? Ну, не такое уж и большое, но очень сильно стараюсь. Но, тем не менее, куда вы привлекаете, все больше и больше любителей поюморить и пошутить, да? Что запрещено или, может, на какие темы вы не шутите? Ну, мы очень стараемся подняться выше пупка, ну, то есть, он у всех на разной, конечно, точке, но мы вот прям стараемся выявить среднюю и вот куда-то туда идти, подальше, повыше чего-нибудь. Ну, конечно, безусловно, может быть, такое мышление в городе, да, конечно же, мы тоже начинали привлекать народ такими шутками легкими, чтобы им было как-то привычнее. Но постепенно, вроде бы, у нас получается взрослеть, да, 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 да. Расскажите механику проведения вот вашего мероприятия, когда вы приглашаете людей с улицы, скажем так. Хорошо, мы людей с улицы. Ну, мы идем по улице. Приходите на импровизацию, все у нас состоялось. У нас 15.02, кстати, мой день рождения. Прекрасно, наступающе, спасибо. Я просто твои родители с прессио смотрят на это. И мы приглашаем всех принять участие. У нас будет несколько раундов, где мы будем показывать, как Леша сказал, разные формы импровизации. Короткая импровизация, условно, это какой-то очень быстрый юмор, запил-отпил. Длинная, это то, что стоит дальше после средней. Средняя, это что-то между короткой и очень долго. Вы понимаете, кому вы писали текст сегодня? Мне казалось, что юмор и импровизация в том числе, это какая-то такая форма, свободная. А здесь, оказывается, есть какие-то свои правила. Запил, отпил. Коротыш, средняк, да? Ну, в принципе, в целом мы пришли это показать. Что у нас карантыш, средняк и длинная форма. Вы действительно, как-то теория какая-то есть, которую необходимо изучить. У нас есть определенные упражнения, которыми это... Ну, это все. Кто-то самоликвидировался у нас. То есть в стендап ушел просто человек. Да, 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 побежал вперед вас. Вот, смотрите, опять-таки произошла ситуация. Сейчас в моменте вы должны были тоже как-то подхватить, да, и отшутиться. Ну, подхватили, вроде. Ну, был момент. Был момент, чуть-чуть. Просто, да. Вспышка, молния. Ну, то есть для импровизации должно же что-то произойти? Или можно просто, я не знаю, сидеть и начать... Если говорить про выступление, то нам достаточно просто слова. Просто слова, и дальше мы идем в сцену. Потому что лучшая импровизация, это подготовленная импровизация. Что это значит? Это значит, что мы... У нас проходят тренировки, где мы с ребятами максимально соединяемся, так скажем. Выполняем некие упражнения на безусловное взаимодействие, чтобы... Ну, то есть соединяемся во всем. В зрительном контакте, кроме... Прекрати улыбаться. Играем игру, и, естественно, когда мы приходим на сцену, нам хватает одного слова. А вы в детстве изучали английский? Я нет, вот Леха умный. У нас иностранные языки. Просто помните, как родители, да, на семейном застолье? А давай что-нибудь там, на языке, который ты сейчас изучаешь. Давайте вот вы нам на примере покажете, как работает импровизация. Мы можем сыграть в раунд вместе с вами. Со мной? Со всеми. Давай. Ваня, Ваня, Ваня в профи в этом. Ваня, да. Какой раунд? А какой раунд? Мальчик воспитанный и... Это больше упражнение. Да. Это больше упражнение. Очень короткая форма. Ну, вы видите игру. Любое слово. Мальчик воспитанный чем-то нестандартным. Мальчик воспитанный картиной, допустим. Просто слово существительное. Любое слово. И мы сыграем. Так слово или слово сочетание? Слово. Просто слово. Слово, да. Ведущий? Мальчик воспитанный ведущим. Это понятно, да? Ну, это легко, но мы можем. Если не поменяете слова, то окей. Вообще лучше уходить немножечко в абсурд. Ну, то есть креслом. Мальчик воспитанный креслом. То есть что-нибудь такое. Давайте. Мальчик воспитанный... Ну, сказали ведущим. Да это... Ну, это человеком, это правда скучно. Креслом, хорошо. Ведущим, это уже скучно. Мальчик воспитанный креслом. У него очень мягкий характер. А, ну да, смешно. Серьезно? А это просто не ты, нет. Исторенность, исторенность. А я один что-то попробую ответить. Да? Нам нравится? Ладно, давайте, мальчик, воспитанный хлебом. Мальчик, воспитанный хлебом? Всему голова. Или мальчик, воспитанный хлебом, у него всегда есть крошки. Рядом. Закажите, финальный вопрос. У меня времени не так много. Что чувствует импровизатор, да? Ну, в данном случае, тот, кто принимает, значит, в вашем шоу участие, или вы сами. Когда шутка не зашла? Вот когда не смешно? Ну, да, вот ты... Ничего, все нормально. Это же импровизация. Подготовленный юмор, он нацелен, в принципе, на то, чтобы он всегда разрывал. И наш зритель, он, в принципе, изначально оповещен о том, что, да, это импровизация. Принимает условия игры, что не всегда смешно. И это все-таки для вас тренировка же, правильно? Вы же так же, как спортсмены, да? Мы ожидаем от них, что они поднимут эту штангу, но, к сожалению, не получилось. Да? Да, точно так же у вас. Мы вроде поднимаем эту штангу, да. Вроде бы, да. Смотря сколько килограмм вы поднимаете, вот в чем дело, да. Спасибо вам, ребят, за то, что сегодня пришли. Немного посмеялись, поговорили про импровизацию. Действительно, говорят же, что юмор помогает нам во всем, да. Чаще смеяться, главное, чтобы дурачком вас не назвали, правда же? Именно так. Проходите к нам еще, будем ждать. Продолжим программу.